Небоскребы, небоскребы. Главная тема круглого стола, за которым собрались застройщики, чиновники, архитекторы, ресурсовики, общественники. Чтобы возводить здания выше 75 метров, в столице края есть все, даже земля. Но, во-первых, она принадлежит федерации. Во-вторых, нужно заняться планировкой территории, считают эксперты. Там необходимо предусмотреть школы, детсады, прогулочные зоны. И все-таки, учитывая, что Барнаул – это в основной своей части уже сложившаяся застройка, конечно же, приоритет отдаётся комплексной новой застройки на новых неосвоенных участках. Хватит ли для освоения новых участков мощности водопроводов и энергосетей? Ресурсовики считают, что город должен расти именно вверх. Ведь если Барнаул будет расползаться, придется строить, например, новые котельные. Они портят облик, собственно, города, появляются трубы. Если вы опять же зайдёте сверху посмотреть на город, нам бы хотелось, чтобы вот этих дымящих труб было меньше. Минимально вот есть, там, грубо говоря, четыре больших, и пусть они остаются. Если же вставить высотки вместо одноэтажек частного сектора, сети придётся менять. А для этого коммунальщикам нужно всё планировать заранее. В любом случае коммуникацию нужно менять. Единственная наша проблема в том, что коммунальщики не понимают, где будет застройка. Хотелось бы как раз уже при этом понимать, а может быть, вот здесь надо поменять трубу диаметра такого на диаметр такой. Мы сегодня этого не понимаем. И когда появится генеральный план, нам придётся в том же месте, грубо говоря, да, опять раскапывать и новую трубу менять на новую, на большего диаметра. Это уже проблема генплана. Участники заседания говорили о необходимости создать отдельный городской комитет, вносить коррективы, прорабатывать стратегию развития и желательно своими силами. Благо, архитекторы в городе есть. В своё время мы отдали Питеру, Ленинграду, так скажем, проектировать наш генплан. И так он не приживается, и не идёт, и не развивается. Нужен генплан развития. Нужна своя группа в городе, которая будет постоянно этим заниматься. Кроме того, застройщики рассказали, что повышенная этажность не их прихоть. Требования рынка. Земля становится всё дороже. И вот спустя сто лет революционный дух вернулся в Барнаул. Заговорили про уплотнение. Плотность Барнаула, количество жителей, поделённое на площадь, сейчас где-то 1,9 тысяч человек на квадратный километр. Если посмотреть все ведущие города, которые сейчас считаются самыми комфортными для проживания, я посмотрел стоп из списка, да, самых комфортных для проживания городов, везде значительно выше, да, в 5 раз, в 6 раз плотность выше. Отдельные участники круглого стола называли высотки непригодными для проживания людей. Часто это человейники на окраине города, без удобных парковок и зелёных островков для променада. Застройщики парируют рынок есть рынок. И выбор делают не продавцы, а покупатели. Это покупатель сам решает, комфортно ему либо некомфортно. А мы, застройщики, мы проводим маркетинговые исследования, мы изучаем рынок. Если мы видим, что на данном участке есть покупатели и люди, заинтересованные в приобретении, после этого только мы приступаем к реализации данного проекта. По-другому быть не может. Архитекторы и общественники обратились ещё к одной важной теме. Пусть небоскрёбы появляются, но тогда они должны отличаться передовой архитектурой, становиться символами. Дом под шпилем, который был символом Барнаула, был обнулён, не побоюсь этого слова, появившийся неподалёку, красивым, безусловно, жилым комплексом, который повторяет контуры дома под шпилем. Хотел бы тогда поднять проблему нового символа. Если мы тот потеряли, то давайте подумаем, создадим новый, хороший, яркий. Даже общественники-борцы за комфортную среду согласны. Символ может быть и 50-этажным, но тщательнее всего можно думать, когда возникает желание вонзить высотку на месте парка, сквера или в старой части города. Это историческая часть города. Это места концентрации наших объектов культурного наследия. Здесь, вот лично моё мнение, конечно, в высоких, очень высоких зданиях рядом с памятниками архитектуры, впритык к памятникам архитектуры быть просто не должно. Но вот мы уже теперь допустили, у нас это уже теперь есть. И мы видим, как это вот выглядит. Итог обсуждения. Высоткам в Барнауле быть. И с этим согласны почти все выступающие. Вот только есть ли деньги у барнаульцев на то, чтобы здание было высоким и в архитектурном отношении тоже? Ведь за красоту придётся платить больше. Андрей Дриер, Николай Шилко. День с толком.